Ганс Фритча – голос нацистской пропаганды. Именно его устами говорила фашистская пресса. «Говорит Ганс Фритча! Говорит Ганс Фритча!» Такими словами начиналась главная еженедельная передача Третьего Рейха. С 1942 года, по личной воле министра Йозефа Гиббельса, Фритча занял этот пост. Именно по этой причине он и оказался на Нюрнбергском процессе. Целью Нюрнбергского процесса было осуждение именно руководителей нацистской Германии. И Фритча, всегда исполнявший чужие указания, смотрелся там белой вороной. К тому же его деятельность никогда не имела прямого отношения ни к творившемуся насилию, ни к производству оружия. Формулировка его наказания была такой. Ганс Фритча своей яростной поддержкой режима парализовывал способность населения к самостоятельному суждению. Фритча своей яростной поддержкой режима парализовывал способность населения к самостоятельному суждению. Продолжение следует...